Нет в деревне света газа, спичек, нет в деревне газа и воды, ни дорог, ни дров, и нет ответа, кто мне может скажет, может ты? Что ж такое-то, а? Только въехал и сразу сила снаешал, ну, приду признать, мне не указатель, ничего, бабуля, я еду просто, хорошо, что я не взял свой Аль-Параме, у вас, варит и все, ну, вы здесь все, ну, что мне надо, все сделать, невозможно уже, такая грязь, просто не проехать, такая грязь, невозможно, да, что ж такое-то? Стоп! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Пришёл, домой сразу орёшь. Давай выпьем, давай выпьем. Бабуль, 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 бабуль. Давай выпьем, потом говори. Ладно выпьем, как скажешь, бабуль, ну у вас тут нет. Да, надо чокнуться, пусть за... СМЕХ Тут можно чокнуться просто с первого тоста, я... СМЕХ Я не допиваю, ладно, я... Нет, в деревне Газа, Света. Да, это уже старая песня. Слушай, бабуль, у вас здесь нету вообще, понимаешь? Я... Слушай, бабуль, я сяду, потому что... Садись, садись. Не-не, сразу так мы не договаривались. Давай, давай, давай. Я за рулём. СМЕХ Ну и чё, здесь никто, здесь последний раз милиционер был, знаешь, когда? Когда? Во время войны. СМЕХ После этого никого никогда не было. Ладно, давай. Ты чё к нам приехал? За фольклором или чё? Или за фарфором? СМЕХ В нашу-то глухомань, а? Я, честно говоря, приехал осмотреться, посмотреть окрестности. Я тут прикупил 25 тысяч га, да? СМЕХ Вот чё б ты поняла, это вот от твоего стола и до этого места, когда солнце садится. Поняла? СМЕХ Да, значит, я в тебя вхожу, что ли? Ходишь, ты со своим хозяйством, со своим, извини, со своим всем хозяйством. А выхожу где? СМЕХ Ходишь ко мне в 25 га. Ну, так за хорошего человека можно. Ну, так за хорошего человека можно. Видишь, когда я не знаю, когда вы. За хорошего человека можно и выйти. Да что надо-то? А тебя, бабуля. Бабуль, в общем, я не знаю, к кому обратиться, а то у меня в Феррари, да, села по самые бампера, понимаешь, в вашу силосную яму. И я только вышел и... Понимаешь, я не то, что сам не вытащу, да? Мне надо чуть-чуть поддомкратить, немножечко так под ее, под это самое, и толкнуть, и на большачок ее, знаешь, на большачок ее так аккуратненько выпнуть, но перед этим помыть. Если можно, с шампунем. Ты гимнаст, что ли? Что ты дер? Сядь нормально. Сядь нормально, успокойся. Тебе нужно помочь, правильно? Правильно. Все, тебе нужно помочь. Хорошо, что ты пришел в нашу деревню, хорошо, что ты зашел в избу мою. Я тебя сразу все принимаю. Давай сначала ты нам помоги, правильно, раз уж пришел домой. Давай, по русской традиции, нам помоги, а потом уж я тебе помогу. Я вот так последний раз. Окликну я всех, и мы тебя поможем. Вот так последний раз три контрактора профукал. Ты нам поможешь, мы тебе поможем, правильно? Ладно. Как по русскому обычаю. Говори, что надо делать. Я никогда не отказывал. Благотворительность – это мой конек. Горбунек. Да тихо, тихо. Теперь слушай внимательно, мил человек. Ты когда-нибудь индоутку видел? СМЕХ Бабуя, ты от меня прости. Ну вот она сейчас передо мной просто сидит. СМЕХ Прости, конечно. У нас много индоуток, много. Много у вас индоуток? Да. Ты не одна такая, оказывается. Да. Спасать надо всех. А я чем могу помочь? Слушай меня, не перебивай. Запоносились, надо всех спасать. Надо индоутку поймать, рот ей открыть, перец горошинку и в рот засунут, она от болеть-то и перестанет. Понял или нет? Поможешь? Перец куда засунуть? В перец в рот засунуть, она болеть и перестанет. Поможешь с индоутками? Будем дальше говорить. Я сейчас вспоминаю такую же тему, это знаешь, когда игла в яйце, яйцо в зайцы, заяц в утки, а утку санитарка утром возьми, да и вынеси. Понимаешь? Тут и сказки конец. Давай за тебя, бабуль. Ну ты сжёшь, ты сжёшь. Классно я заехал, знаешь, я уже не жалею, что я по самым бампирам сила себе. Ты смешной, смешной, смешной. Ты смешной. Что делать реально скажи? У Зорьки у нашей, слушай меня внимательно, у Зорьки у нашей желудок встал, нужно за ноздрию приподнять и тёпленькой водичкой влить в ведро. Понял? Желудок-то снова и пойдёт. Я тебе серьёзно говорю, поможешь, будем разговаривать? Родня, дочка, сестра, что Зорьки обязательно ноздри поднимать? Вы тут оттопыривайтесь как хотите, ведро воды что ли, куда? Иногда у ведра мало. Можно и три влить. Понял? Что по ней желудок пошёл. Зорька, она мне как дочь. Сейчас без коровы нельзя. Что ты? Сейчас в деревне без коровы. Что песни без паяни, что Ванька без марты, что коса без травы. Что ты молчишь-то? Слушай, просто это, знаешь, мне кажется чистая параллельная реальность вообще. Зорька, ноздри на вывод. Никогда это тебе было. Реально скажи, чем и сколько надо помочь. У меня знаешь, как один друг так делал. Клопы нас замучили. Клопов нынче много. Видать, ранняя весна придёт. А он смотри, снегирёк, на ветку сесть может, лапку обморозит. Мужик всю водку зимой выпил. Сейчас стоит, околел. Стоит около околицы, околел. Женщины одни. Манька коряпка. Я только подожди. Всем нужно помочь. Можешь Маньку кричать. Дальше молодая, 65 лет. Надька. Подожди. Подожди. Парень, Тимур. Тимур. Мне тебя много. Вы что здесь? Давай устроим здесь конкурс «Играй гармонию». Борьку надо, кстати, про гармон. Борьку заколоть. Приставать ко всем начали. Дурной. Поможешь, потом поговорим. Ладно, Борька, это всё родня, что ли? Поговорить нельзя. Сразу, как у нас. Да какой родня? Дитя из леса приходит. Весь в волосах. Один пятак. Всех опоросит, убегает. Ко мне пристаёт. Понимаешь? Борьку опоросим, там Зинка уже. Молоко у неё горит. Давить надо. Поможешь, будем говорить. Что ты смотришь на меня? Давай. Вабуль. Всё это, значит, Борька, ноздри на выворот. Это вёдрами хлещете здесь, что попало вообще. Ты просто ещё скажи, сейчас тебе ягоды перебрать, понимаешь? А вот, кстати, насчёт ягод ты хорошо заметил. Ты, мальчишка, девчонок отличаешь? Элементарно. Да. Если в розовом, девочка, в голубом, пацан. Да голая не, это свинята-поросята. Мальчиков по девочкам, этих от мальчиков нужно отличить. А потом яйцо собрать, дров наколоть, печку растопить, половики выхлопать, понимаешь? И капканы расставить. Где? В лесе. Вон, видишь, лесочек. А вот там согнутая берёзка, видишь? Нет? Видишь? На ней гриб растёт, видишь? Нет? Называется этот гриб конская копытца. Его надо растолочь, в дымок заправить. Обычно мужики делают улей, потому что пчёлы боятся. Вот на этом грибке-то и капканы поставишь. Зайцы-то его любят. Курят, что ли? Да нет. Жуют они его, этот гриб. Ты капкан там-то поставь, да сам смотри, не попадись. А то будешь до утра плясать. Канкан. Бабуль. Бабуля. Да. Не хотел тебе говорить, ну раз такая тема. Я же сам отсюда, вон. Да ты чё? Я же местный. Я после третьего класса ушёл в жизнь, в город. Сам наш, как Алёша Пешкин. Да ты что? Да. Первый бизнес, первые разборки, первый холдинг. Ну подожди, а где ты родился? Деревня какая? Деревня Костаусова, Плешаковского района, под верхними чутьючицами. Подожди, это где Детов? Она здесь Прокопием реку назад повернули, ещё мельчу поставили. Ну это ж мы, семья, это ж Недомырышев. Недомырышев. Как фамилия-то? Чё не слышишь? Недомырышев. Да кто из Недомырышев? Я смотрю лицо знакомое. Ну. Недомырышев. Тебя сразу видать, гены. Васи. Васи. А может ты и нашу Недомырышевскую знаешь? Давай-то по тридцать капель и на три голоса. Не узнаешь. Недомырышевскую. Легко. Проверим. Ну, бабуль. Мне хорошо. Колось я разбегая, Сюда прийти Вечернее порой, Стеной стоит Пшеница золотая, По сторонам Стропинки поливай. Наш Недомырышев. Да я тебя поцелую, бабуля. Я вам стараюсь хочу. Не-не. Валить надо. Валить надо. Айда. Я тебе... Я тебе Борьку покажу. Мы так не договариваем.